здарова ребятки меня зовут павел и сегодня вторая часть топа брони для вас прошу меня извинить за задержку видео технические проблемы и проблемы со здоровьем к сожалению не обошли меня в это трудное время но благодаря положительным эмоциям и от вашей поддержки в том числе я оправился и подготовил для вас несколько видео первое собственно вы наблюдаете сейчас я в очередной раз напомню что подборка брони исключительно субъективная штука все названия я прилагаю согласно русификатор от команда . уа но и про английскую версию тоже не забуду версия игры 130 bet сегодня покажу топ броню для танка с двуручным оружием или любым другим а также несколько этапов брони для лучника по просьбе подписчика с ником ash на десерт оставлю ссылку на мод с которым гораздо проще будет играть давайте пожалуй начнем усиленная марионарская броня не то ключевой элемент в сете для танка 55 единиц защиты для каждой части тела и 40 килограмм веса на вашем протеже шлем я взял из лучших закрытых но по статам не самый лучший в игре вариаций закрытых шлемов с более менее высокими статами в игре несколько как альтернативу можно использовать закрытый шлем с маской от кузаитов почему не имперский шлем из предыдущего топа потому что если ранее я был убежден что вероятность того что стрела попадет мне прямо в глаз или какой-нибудь негодяй подрихтуют мне брови крайне мало то на днях я полностью изменил свое мнение закрытые шлема хоть по статам бывает и хуже но они лучше поглощают урон не дважды маска меня спасла на плечнике я выбрал просто подстать на груднику статы такие же какую имперских топовых а внешний вид больше подходит рукавицы и ботфорты лучше имперские так как по статам лучше нет но нам-то нужно танчить в итоге получается непробиваемая черепашка черепашка потому что суммарный вес более 53 килограмм ну в зависимости от шлема там плюс-минус с этим сетом все переходим к другому далее рассмотрим путь лучника на нескольких этапах игры давайте будем честными до того момента как ваш капитал начинает вас радовать в том числе и возможностью покупки новой кастрюльки на голову или блестящей сабли все мы ходим в чем придется где-то что-то выпало с каравана где-то что-то продал где-то что-то купил чуть получше и вот собственно что вышло то вышло но если говорить о лучниках то брони которая позволит вам ловко спрятаться за дерево или просто быстро передвигаться ну не так чтобы много до того момента как я накоплю тысяч 10 я хожу едва ли не в том в чем начал затем я собираю вот этот сет весит это добро пять целых девять десятых килограмма а на начальном этапе это то что нужно шлем 28 единиц защиты при весе в один килограмм ну это очень хорошо но он за раза пятого тира и не так чтобы часто встречается как хотелось бы плечи средние ну если честно 16 килограмм на 14 защиты тела в принципе неплохо из того чтобы более менее часто встречается и по весу подходит нам самое то мы ведь стоим не в первой линии мы ведь отыгрываем лучника правильно нагрудник северные гербовые нули гербовые почти два кило за 20 единиц защиты тела 6 ног и 2 единицы рук не шибко отличается от стартовой брони ну не шибко но вес для нас крайне важен цена не кусается встречается часто для бойца с луком в кустах вполне неплохо наручи тоже взял у северных братьев поста там всего на 2 единицы отстают от топовых в игре а вес ну 0 6 килограмма то что надо ботфорта усиливаю замшевый 1 килограмм на 20 единиц в защиты тела из ботинок по соотношению вес защита самый топ далее сет для тех кто уже более менее прокачал персонажа и готов надеть что-то потяжелее ну на 10 килограмм примерно шлем берем северный с меховыми плечами в придачу на грудник берем там же среди снежных барханов но если откровенно я его единожды получил в виде дропа после битвы с королем стургов в ванильной версии игры висит он прилично я не спорю но в нем можно хотя бы отпор дать и в ближнем бою многие руки оставляем прежними что сказать про этот сет если вы принимаете мою точку зрения что это как бы при топовый сад для лучника то я думаю вы согласитесь со мной в труднодоступности нагрудник поэтому я отталкиваюсь от навыков персонажа когда отыгрываю лучника и если мне прокачка позволяет надеть что-то потяжелее то я надеваю что угодно лишь бы больше защищала но предпочтительно я ношу что-то легче и просто в бою вожу за собой пару-тройку крепких ребят чтобы они если что вступили за меня но какой-то для лучника топовый спросите вы ну наверное то что точно спросит так вот же 14 и 6 килограмм веса и нагрудник стоимостью нескольких замков остальное берем с предыдущего сета и не паримся по желанию если персонаж прокачан то можно накинуть топовый имперский элемент что представляет собой нагрудник меньше 9 килограмм веса и 50 единиц защиты тела что очень даже неплохо всего на 5 единиц меньше чем у брони танка на ноги и руки дает по 18 что тоже вполне неплохо ну и в придачу этот нагрудник самый легкий из тех что обеспечивают хорошую защиту но как и все дорогие элементы брони от пятого тира и выше он очень редко встречается так а как вообще найти эту броню и зачем этот топ если рак на горе быстрее свистнет чем вам повезет наконец заполучить это все ответ прост моды я был против модов до тех пор пока мне не до канала с каждым новым персонажем бедствовать в обмотках на вариант взять в жены какую-нибудь разодетую даму и позаимствовать броню с точки зрения морали меня не особо привлекал поэтому в описании я оставил ссылку на мод лут оверхул установив его вы не просто увеличите шансы выпадания лута а также сможете все подобные процессы настроить под себя но если вы приверженец ванили то остается по-прежнему только грабить или покупать но на сегодня все с вами был павел всем вкусного чая и добра не болейте ребятки не болеть